Коран На протяжении 1400 лет мусульмане пытаются разгадать секреты, скрытые в его аятах. Есть несколько уровней понимания Корана. Его чтение сопряжено с вечным поиском новых интерпретаций вечно актуальных стихов. Слова этой книги вдохновили на подвиги целые цивилизации. Ислам широко распространился за первые сто лет своего существования и стал основой для создания империи, даже более мощной, чем Рим. Однако некоторые до сих пор считают, что Коран лежит в основе жестокой идеологии. Существует много религиозных деятелей, которые очень эмоционально интерпретируют Коран, и это приводит к конфронтации, насилию и смерти. Каково же истинное значение Корана? Говорят, что отсутствие знаний — большая опасность. Если вы умеете читать, это еще не значит, что вы способны осмыслить этот текст. Коран — это священная книга ислама. Более миллиарда мусульман во всем мире верят, что это послание от самого Бога, переданное им пророку Мухаммеду в VII веке. В отличие от Библии, в Коране нет традиционной повествовательной структуры. Все 114 глав расположены в порядке убывания длины. Некоторые из них продолжительные, другие состоят всего из нескольких фраз. Мусульмане говорят, что Бог диктовал Мухаммеду стихи из Корана на протяжении 22 лет. Ученые-мужи собрали их и записали только после смерти пророка. Вследствие этого расшифровка значений многих фрагментов Корана долгое время оставалась сложной задачей. Надо понимать, что в Коране не просто рассказывается история ислама и пророка Мухаммеда. Это нечто большее, чем попытка описать раннюю общину мусульман. В книге нет ярких сюжетных историй. Коран – это, по сути, монолог полный мистических смыслов. В 21 веке отдельная группа мусульман использовала следующий отрывок из Корана, чтобы оправдать экстремистскую политическую философию и жестокий напор религиозного фундаментализма. Те, кто противился Господу и его посланнику, должны быть стерты в порошок, как и те, кто стоит за ними. Именно в таком свете многие видят сегодня философию Корана. Но хотя в священной книге действительно содержатся стихи, которые призывают к насилию, в этом сложном и таинственном манускрипте есть также и много обращений, призывающих к обратному. Друг другу лучше помогаете в делах добра и благочестия, а в злодеяниях и вражде друг другу не оказываете помощь. Для большинства людей, живущих по Корану, эти послания мира и сочувствия являются основными руководящими принципами. Для многих мусульман Коран является первоисточником жизни. Другими словами, для них это не просто книга, в которой говорится о взаимоотношениях верующих с Божественным Творцом. Это настоящее духовное руководство. Но как в одной книге могут укладываться два мировоззрения? Одно проповедующее мир, а другое — насилие. Те, кто хотят представить ислам жестокой религией, как правило, указывают на определенные фрагменты, в которых упоминается насилие. Но в то же время мы без труда можем воспользоваться фрагментами, посвященными терпимости и доброжелательности. Это по-настоящему амбивалентный текст. Противоречия в книге во многих случаях являются результатом долгой истории ислама и сопутствующих ей конфликтов. Мусульмане утверждают, что в 610 году в Мекке, расположенной на Аравийском полуострове, Мухаммеду ибн Абдуле богом были переданы пророчества. Откровения Мухаммеда сегодня известны как Коран. Многие из них рисуют справедливое и равноправное общество. После того, как Мухаммед начал проповедовать, эти послания завладели сердцами и умами людей, которые страдали на протяжении столетий от неравенства и угнетения. Нам нужно позаботиться о бедных, позаботиться о нуждающихся. Нам нужно внимательно относиться к неимущим, бесправным, беспомощным. Это на самом деле и есть основа исламской социальной справедливости. Враждующие племена, у которых были свои боги, вскоре были объединены Мухаммедом под знаменем ислама. За несколько десятилетий послание Корана распространяется по всему полуострову. После смерти Мухаммеда в 632 году мусульманские правители или халифы продолжают нести людям слово Божье, заключенное в Коране. Скажи, исходит истина от Бога твоего. Кто хочет, тот уверует в Него. Кто хочет, тот останется неверным. Коран велит мусульманам активно распространять ислам, его духовное послание. И этот подход, несомненно, привел к удивительно эффективной экспансии учения. За 50 лет то, что начиналось с маленькой общины верующих в Мекке и Медине, почти полностью покорило Индийский полуостров, большую часть Северной Африки и оттеснило христианскую империю далеко в Европу. Эта религия уже тогда распространила свое влияние за пределы региона своего возникновения. Коран вдохновил целый ряд империй. Одной из первых была империя Аббасидов, столица которой находилась в Багдаде. Основанная в 750 году, она положила начало золотому веку ислама. Это была культура, которая зиждилась на посланиях, изложенных в Коране. Одним из столпов этой цивилизации была неоднократно повторяемая в священной книге концепция «Илм» или «Знание». Слово «Илм» или «Знание» встречается в Коране чаще любого другого слова. Бог обращает особое внимание на знание, поскольку оно делает из нас людей. Многие ученые-мужи вдохновили правителей империи на подвиги и помогли их цивилизациям добиться процветания. Коран подобен семенам. Они проросли и вдохновили спящих людей Аравии, пробудив в них любопытство, вызвав жажду знаний. Империя Аббасидов достигла невероятных высот в области науки, математики, инженерной мысли. Ее ученые-мужи собрали множество греческих текстов, которые в противном случае могли быть утеряны. И позже передали их европейцам. Коран также вдохновил многих творческих личностей. В исламском искусстве, например, мы видим, что особый акцент ставится на каллиграфии. Изящный почерк крайне важен в арабском письме и особенно в Коране. Не стоит недооценивать важность этой эстетики. Как и христианские монахи, которые впервые переписали Библию, каллиграфы, копировавшие Коран, пользовались большим уважением. Иногда уходили годы на то, чтобы создать полную копию священного текста. По мере того, как влияние Корана распространялось под эгидой империи аббасидов, миллионы людей начинали жить согласно его посланиям. В основе одного из принципов книги лежит слово, которое появляется на ее страницах только несколько раз. Оно является одним из самых противоречивых и печально известных. Это джихад. Понятие джихад описывает внутреннюю борьбу за право называться хорошим мусульманином. Фактически, это обозначение духовного роста. Но сегодня у людей западного мира, как правило, возникают иные негативные ассоциации в связи с этим термином. Джихад переводится как «борьба». Есть два вида этого понятия. Меньший джихад и джихад великий. Великий джихад – это выражение, которое было впервые использовано самим Мухаммедом. Оно обозначает внутреннюю борьбу, направленную на духовно-нравственное совершенствование. Каждый мусульманин хочет стать лучшим человеком в глазах Господа. Великому джихаду придается большее значение в исламских традициях. Однако исторически так сложилось, что именно вокруг меньшего джихада разворачиваются оживленные дискуссии. Меньшая форма джихада – это физическое преодоление. Если на вас напали, на вашу семью, жену, детей, вы должны взяться за оружие и сражаться. Тем, против кого ведут войну, дозволено сражаться. Ведь им несправедливо причинили зло, а потому Аллах поистине может помочь им. Хороший мусульманин, если исламу или его общине грозит опасность, имеет право взяться за оружие. Эти люди просто обязаны защищать свою семью и единоверцев. Концепция джихада как призыва к борьбе вскоре приобрела новое значение для тех, кто жил по заветам Корана. В период расцвета империи Аббасидов армии из Европы двинулись в поход. Началась битва за святой город Иерусалим. В 10 и 11 веках от Испании до Индии две священные книги служили духовным руководством для большинства людей. Библия и Коран. Лидеры мусульман правили несколькими обширными империями, руководствуясь наставлениями Корана. Огромные города процветали. Они были центрами знаний и культуры. А в это время христианская Европа погрузилась в темные века. Однако две веры и их священные писания имели много общего. Ислам считает христиан, а также иудеев дружественными народами, которые верят в одного Бога. Поистине те, кто уверовал в Коран, и те, кто следует иудаизму, кто верует в Аллаха и последний день, и на земле творит добро, найдут у Господа награду. В Коране есть также много ссылок на библейских персонажей. И вслед за ними мы других гонцов послания. За ними Иисус, сына Марьям, которому Евангелие дали. И души тех, которые пошли за ним, мы пропитали состраданием и милостью к собратьям. Но в исламском мире сложилось далеко не лестное мнение о европейской культуре. Мусульмане крайне негативно относились к жителям Северной Европы. Сформировались стойкие штампы и характеристики. Отторжение вызывало не только религии европейцев, но также и их бытовые привычки. Считалось, что своим поведением они напоминают животных. Два мира должны были столкнуться в кровавой битве возле одного из самых удивительных мест на Земле. Это Иерусалим, святой город для христиан, евреев и мусульман. После Мекки и Медины третьим наиболее почитаемым местом в исламе является Иерусалим. Здесь находится купол скалы или мечеть Амара, которая отмечает место, где Мухаммед вознесся на небеса. На протяжении сотен лет после смерти пророка в 632 году Иерусалимом правили арабские мусульмане, которые распространили послания Корана во всем регионе. Затем, в конце 11 века, власть над городом взяли турецкие мусульмане. Турки — это не арабы, это отдельная этническая группа. Но они тоже мусульмане. В 1077 году они переместились из Сирии на юг и отвоевали Иерусалим у арабов. Турецкая империя стала расширяться на запад и вскоре начала представлять прямую угрозу для христианской Европы. Греческая церковь, расположенная на границе Турецкой империи, первой почувствовала это давление. В 1095 году Византия обратилась за помощью к своим римским братьям-христианам. Византийский император отправил папе в Европу послание. В нем он говорил, что ему нужна помощь, чтобы защитить свои границы от войск турок, приближающихся к столице, Константинополю. Папа Урбан II согласился оказать военную помощь и призвал влиятельных рыцарей со всей Европы отправиться в поход и принять бой. Чтобы мотивировать их, папа назвал этот конфликт битвой двух вер и двух священных писаний. Помимо этого, папа Урбан призвал рыцарей не только отбросить турок из Малой Азии, но и вытеснить их со всех территорий, которые они захватили, в том числе и Сирии, и, самое главное, из Иерусалима. В 1096 году начался первый крестовый поход. В марте из Европы в сторону Святой Земли в поход отправились более 50 тысяч христиан-простолюдинов и несколько тысяч рыцарей. После трудного трехлетнего перехода они достигли холмов, с которых открывался вид на Иерусалим, и приступили к осаде города. Осада, во время которой от ранений и болезней погибло более тысячи крестоносцев, длилась месяц. Затем, 15 июля 1099 года, христиане сумели проникнуть за стены Иерусалима и заполонили улицы города. Им было чуждо сострадание. Крестоносцы к тому времени потратили 3 года на то, чтобы добраться до этого места, и еще несколько недель под стенами Иерусалима, уже смирившись с мыслью, что погибнут. И когда они прорвались в город, это было жестокое зрелище. Многочисленные источники подтверждают, что набег крестоносцев был кровопролитным и жестоким. Вне всяких сомнений, учиненная завоевателями бойня, занимает в исторической памяти мусульман важное место. После этого ужасного поражения многие мусульмане обратились к Корану за ответами. Сразу же после первого крестового похода, ученые мужа ислама собрались и, перечитывая Священное Писание, задались вопросом, что они сделали неправильно, чем они вызвали недовольство Господа. Пытаясь понять, как они могли уступить врагу один из своих святейших городов и каким образом теперь можно его отвоевать, они нашли в Коране концепцию, которая показалась им ключевой. Мусульмане обратились к джихаду и подвели фундамент под собственную Священную Войну. На тот момент в исламе не было никаких эквивалентов Священной Войны. Так что слово «джихад» изменило свое значение в результате крестовых походов. Однако мусульмане начали свою Священную Войну только через столетия. Толчком к ней стало появление двух воинов, которые использовали джихад как призыв к сплочению. Нур-Эд-Дин был сильным правителем, который в 1146 году захватил территорию нынешней Сирии и Иордании. Будучи глубоко верующим человеком, он погрузился в изучение Корана. Он всюду брал с собой духовных учителей, чтецов Корана и мистиков. Они вдохновляли воинов, читая им слух аяты, рассказывающие о джихаде. Сражайтесь с ними. Вашими руками накажет их Аллах. Позором и бесчестием покроет. Поможет вам их победить. Для Нур-Эд-Дина эти стихи были призывом взяться за оружие и отвоевать Иерусалим. Его интерпретация джихады как нельзя лучше воспринималась подданными правителя, которые страстно желали сокрушить европейцев. Когда в 1145 году 2-я армия крестоносцев, покинувшая Европу, достигла земель, контролируемых Нур-Эд-Дином, она была полностью разгромлена. Победа вдохновила окружавших полководца людей, в том числе его помощника, молодого воина, который также посвятил себя изучению Корана. Его звали Саладином. Он действительно боролся за духовное возрождение региона. Он был очень верующим человеком. Один из друзей Саладина сказал, что он всегда думал о Боге и джихаде. Если вы хотели поговорить с ним на другие темы, он не стал бы вас даже слушать. В 1174 году, когда все усилия были направлены на то, чтобы осадить и отвоевать Иерусалим, Нур-Эд-Дин скончался. Бразды бравления взял Саладин, который стал разрабатывать план атаки на священный город. Но сначала Саладину нужно было встретиться с крестоносцами в кровавой и решительной битве за пределами Иерусалима. На пустынном плоскогорье под палящими лучами солнца Саладин и его воины черпали вдохновение в стихах Корана, пока готовились к встрече с врагом. 4 июля 1187 года. Рассвет над плоскогорьем возле Хаттина. Бесплодные просторы пустыни в 100 километрах от Иерусалима. Мусульманские солдаты готовятся атаковать лагерь крестоносцев. Чтобы вдохновить своих солдат, главнокомандующий Саладин приказывает своему советнику читать отрывки из Корана. А тех, кто кров родной покинул, или изгнан был из дома своего, или беды на моем пути терпел, сражался или был убит, «Очищу я от прегрешений, в саду введу реками омовенны, что будут им награды от Аллаха, а дар Аллаха – лучшая из всех наград». В этот исторический момент Коран впервые позволил мусульманам сохранить слово Божье при себе и на вечные времена. Поскольку слова мудрости изначально передавались только из уст в уста, в каждой деревне был свой хафиз, который знал священную книгу наизусть. Со временем жители селений стали переписывать Коран для личного пользования. Карманное издание Корана впервые появилось в 11 веке. Наконец, священный текст стал доступным для обычных людей в печатном виде. Теперь верующие могли постоянно носить с собой книгу, обращаясь к мудрости учения в любой момент. Они воспринимали ее как своего рода талисман. В ночь перед наступлением мусульмане поджигают траву вокруг лагеря крестоносцев. К рассвету лагерь христиан окутан удушающим дымом. Когда солнце поднимается над полем битвы, мусульмане атакуют. После ожесточенной битвы, длившейся полдня, армия крестоносцев разгромлена. Вдохновенный своей победой Саладин обращает свой взор на Иерусалим. Через три месяца армия мусульман подходит к вратам священного города и осаждает его. После 12-дневной осады, христиане, которые не могут оказать сопротивление на много превосходящему им по силам противнику, сдаются. Саладин стоит перед выбором, как ему поступить с тысячами христианских пленных. Советники убедили его, что это прекрасная возможность проявить милосердие. Поступив так, он покажет превосходство ислама над христианством. В конечном счете Саладин согласился с подобной политикой и отпустил всех пленных, не причинив им вреда. Он позволил уйти тем, кто смог заплатить за себя выкуп. Затем он отпустил тех, у кого не было средств, проявив особенное благородство. Так мог поступить только человек, который вдохновлялся Кораном. Такой, как Саладин. Потеря Иерусалима была горьким поражением для христиан в Европе, и в результате был организован еще один военный поход, для того, чтобы отвоевать священный город. Третий крестовый поход, начавшийся в 1189 году, возглавлял Ричард Левиное Сердце, король Англии. Как и Саладин, Ричард был хорошо известен своей набожностью и храбростью в бою. Эти два воина были достойными соперниками. Ричард услышал о Саладине и его воинской доблести еще до того, как отправился из Европы в Святую Землю. Саладина восхваляли и боялись. В первых битвах против солдат противника Ричард одержал решительную победу. Однако захват Иерусалима обещал быть непростым делом. Армии Саладина были сильными, а пустынная местность вокруг окруженного стенами города делала штурм крайне сложным. Ситуация была патовая. 2 сентября 1192 года обе стороны заключили перемирие. Третий крестовый поход стал для мусульман разочарованием. Саладин не смог навсегда прогнать крестоносцев с мусульманской земли. Христиане и мусульмане ожесточенно сражались за свою веру. Поскольку ни одна из сторон не одержала решительной победы, их конфликт, длившийся сотни лет, так и остался неразрешенным. Спустя века эти раны снова раскроются. Два мусульманских ученых мужа начали готовить почву для следующей эры ислама с принципиально новым видением Корана и джихада. Согласно мусульманским поверьям, в 7 веке Бог открыл пророку Мухаммеду Коран. Эти откровения легли в основу новой религии и ряда просветающих и мощных империй. Коран был своего рода движущей силой. Это феноменальный выброс интеллектуальной и религиозной энергии, которая питает одновременно культуру и общество. Золотой век ислама длился сотни лет, но в 15 веке начался упадок. Ресурсы мусульманских империй были почти исчерпаны. Они начали соперничать друг с другом за территорию и влияние. Некоторые ученые утверждают, что эти внутренние раздоры были вызваны отчасти тем, что общество уже не следовало предписаниям Корана о стремлении к знанию. Вместо этого началась погоня за властью. Тяжелые для учения времена наступили в 15 и 16 веках, когда ильм или учение уже практически не ценилось. Мусульманские империи постоянно воевали между собой, появились новые деспоты, а ученые все больше отдалялись от общества. Этот период характеризовало стремление к политической и экономической экспансии. Еще одной важной причиной упадка были внешние факторы, в особенности набирающие силу христианская Европа. Последним из великих мусульманских конгломератов была Оттаманская империя. Ее центр находился в Турции. Эта империя начала свое восхождение в 15 веке и расширила свои границы вплоть до врат Вены. Здесь, в 1683 году, европейская армия окончательно остановила мусульманскую экспансию. На протяжении двух месяцев 200 тысяч солдат сражались под стенами города. В конце концов, оттаманская армия была разгромлена. С этого момента влияние мусульман на территории Европы начало ослабевать все больше и больше. Когда центральная политическая власть перестала существовать, в исламском мире получили распространение самые разные варианты интерпретации Корана. В ответ на это возникло движение, которое стремилось возвратить исламу его былую славу, дословно интерпретируя Коран. В середине 18 века, во времена упадка оттаманской империи на территории нынешней Саудовской Аравии жил ученый по имени Мухаммед ибн Аб Аль-Вахаб. Он пришел к выводу, что мусульмане отошли от учения Корана и призывал вернуться к тому, что сам называл основами религии. Он видел, что общество деградирует, поэтому, как хороший мусульманин, он считал, если люди отошли от настоящей веры, настала пора вернуться к истинной религии. Для Мухаммеда ибн Абдаль-Вахаба это означало четко следовать примеру пророка. Вахаб верил, что неортодоксальная интерпретация Корана должна быть запрещена. Он призывал забрасывать камнями прелюбодеев, отрезать руки ворам. Эти правила были прописаны в священной книге, но не всегда применялись на практике. Сторонники буквального понимания Корана не принимают во внимание, что все это было написано в раннем Средневековье или даже в древности. Одно дело принимать душой то, что написано в Коране, и совсем другое — воплощать это. Строгая интерпретация Вахаба могла так и остаться малоизвестной, если бы не произошла одна эпохальная встреча. В 1744 году, путешествуя по Аравийскому полуострову, Вахаб был представлен местному вождю Мухаммеду ибн Сауду. Этот амбициозный правитель хотел объединить под своей властью всю Аравию. Вооруженный учением фундаменталиста Вахаба, Сауд поверил, что сможет подчинить себе полуостров мечом и верой. Они подписали договор. Ты будешь религиозным лидером, а я политическим, и мы попробуем захватить весь полуостров. Это заняло около 200 лет. Но в 1904 году потомки Сауда в конце концов завоевали Аравию. Они взяли под контроль самые святые города исламского мира — Мекку и Медину. Спустя 8 лет было основано современное государство Саудовская Аравия. И строгие законы вахабизма стали законами в этом королевстве. Однако не Вахаб создал фундаменталистскую доктрину, популярную в наши дни. Эту задачу взял на себя египетский журналист Саид Куд, который создал на базе философии Вахаба оригинальную интерпретацию Корана, основанную на жестокости и полную противоречий. 1918 год. Конец Первой мировой войны привел к окончательному краху от Таманской империи. Все арабские земли на Ближнем Востоке были разделены между европейскими колониальными державами, которые установили там светское и зачастую деспотическое правление. Это был мир, в котором вырос Саид Куд, родившийся в 1906 году в Египте. В молодости Куд не был ни радикальным, ни набожным юношей. Журналист и ученый. В 1948 году он получил рабочее задание в Америке. Куд бы поразили свободные нравы американского общества. С этого момента он стал придерживаться куда более радикальных взглядов. Саид Куб приехал в США, будучи еще мирянином. И он, безусловно, был искренне шокирован. Во-первых, его поразила сегрегация, бросающаяся в глаза расовое разделение общества. Ну, во-вторых, поведение женщин. Поскрепощенные американки во многом помогли сформировать в сознании Кудба весьма специфическое восприятие мира. Когда Кудб вернулся в Египет, он присоединился к мусульманскому братству. Политической организации, которая боролась против британского колониализма и стремилась вернуть времена, когда Коран был главным законом на земле. Ментальное перевоплощение Кудба ускорилось после того, как в 1954 году египетский президент Нассер начал преследование мусульманских ячеек. Кудб был арестован властями. В промозглой тюрьме в Египте, где бытовали садистские порядки, Кудба периодически пытали. Он также видел, как пытают его собратьев мусульман. И он стал одержим радикальным видением Корана. Кудб уже не верил, что праведная жизнь в молитвах может изменить мусульманское и арабское общество. Ему казалось, для этого нужна была революция. Его интерпретацией ислама стала интерпретацией религии в осаде, во вражеском окружении. В тюрьме Кудб написал две своих основных работы. Комментарий к Корану и провокационный манифест «Вехи на пути». Как и Вахаб, он считал, что Коран является единственным источником знаний, и руководством в повседневной жизни. Кудб считал, что только вернувшись к истинной вере, можно спасти ислам. Он также нашел в Коране оправдание вооруженной борьбы с теми, кто мог встать на пути учения. По сути, Саид Кудб просто взял священный текст и сказал, «Посмотрите на эти строки, в которых говорится о том, что нужно делать, когда вы находитесь в осаде, в ситуации, когда идет война между верующими и неверными». Он использовал эти тексты, чтобы оправдать свои деяния. Вот основные доводы Кудба. Политическая ситуация изменилась, а мусульманские власти не могут больше защитить исламский мир от внешнего воздействия. Отсюда следует вывод, что каждый мусульманин должен взять на себя личную ответственность за военный джихад. Многим такая аргументация показалась убедительной. В 1960-е годы работы Кудба вызвали глубокий отклик в душе многих мусульман на Ближнем Востоке, которые годами страдали от колониального гнета. Кудб неоднократно проводил параллели между современной политической ситуацией и крестовыми походами. «Эта идеология вдохновила многих. Кудб воспитал целую армию исламских активистов, а также вдохновил ряд начинавших тогда формироваться экстремистских организаций. В результате появились Осама бин Ладен и Аль-Каида». Наследие, которое Ваххаб и Кудб поставили мусульманским экстремистам, в последующие десятилетия заставит людей внимательнее изучить Коран и вызовет жаркие споры насчет истинного значения его таинственных стихов. На протяжении более 1400 лет Коран служил руководством для мусульман во всем мире. Однако то, что верующие находят на его страницах, зачастую зависит от их внутренней мотивации. Как и в большинстве священных писаний, в Коране есть фразы, которые можно наделить массой значений. Зачастую они откровенно противоречат друг другу. В тексте содержится масса стихов, которые призывают верующих жить мирно и строить общество, основанное на справедливости и взаимопонимании. Аллах повелевает справедливостью, благодеяниями и щедростью к близким. Он запрещает мерзость, беззаконие и бунт. Он вразумляет вас, чтобы вы размыслили и обратились. Но другие стихи Корана повелевают мусульманам начать войну против неверных. Сражайтесь с теми, кто не верует в Аллаха и последний день, и не считает запрещенным то, что не дозволено Аллахом и посланникам его, и с теми из людей Писания, святого, кто истинной религии Аллаха не признал. В последние годы сравнительно небольшой, но постоянно растущий процент мусульман находят в этих стихах оправдание жестокой идеологии. Это на самом деле борьба за душу ислама, которая ведется между большинством и меньшинством. При этом последний, несмотря на свою малочисленность, существенно опаснее общей массы. В 1988 году Осама бен Ладен сослался на один из стихов Корана. Мы дозволяем вам неверных убивать везде, где бы вы их не нашли. Захватывайте в пленных, осаждайте их дома и ставьте им засады. Осама бен Ладен, цитирующий Коран, это еще один пример, когда лидер радикальной группировки пытается оправдать свои действия сомнительной интерпретацией понятия джихад. Священнослужители и ученые разных конфессий признают, что бен Ладен использует Коран выборочно и намеренно искажает его смысл. Если мы внимательно прочитаем аяты Корана, на которые ссылается бен Ладен, то сразу поймем, он преподносит их особым образом. На самом деле посыл этих фрагментов куда менее воинственен. Например, стих, где говорится о необходимости взяться за оружие и покарать неверных, заканчивается призывом к примирению. Но его концовку фундаменталисты уже не цитируют. Там также говорится, что когда враг перестанет представлять собой угрозу и прекратит борьбу, стоит вспомнить, что Бог милосерден. Помни, путь войны — это не тот основной путь, по которому ты должен идти. Ученые единогласно утверждают, что искажения Корана типичны для радикально настроенных мусульман. Которые заставляют последователей книги принять единую интерпретацию текста и жить согласно ей. Концепция, по которой изначально была всего лишь одна интерпретация ислама, не является убедительной. Единого толкования никогда не было. С того самого момента, когда пророк Мохаммед огласил первый стих Корана, он был усвоен и интерпретирован самыми разными людьми общины. Использование Корана в качестве оправдания насилия лежит в основе сегодняшнего кризиса ислама. Корни этого кризиса можно найти в борьбе, через которую проходят почти все великие религии. Ислам и мусульмане сейчас проходят период, аналогичный тому, который иудаизм и христианство уже прошли. Мусульмане отстаивают свои позиции с конца 19 века. Им надо осознать, какова взаимосвязь религиозных традиций и современного мира. Фундаментализм — это реакция на прогресс, на перемены. И поскольку они неизбежны, всегда найдутся их противники. Безусловно, верующие будут и впредь искать в Коране ключи к пониманию будущего. Верующие пытаются определить по Корану будущее, но в тексте нет четких ответов или тайной информации об этом. Единственное, что предрекается в Коране — это конец времен. И все же это не мешает некоторым находить на страницах книги мрачные пророчества. Один мусульманин увидел в стихах Корана указание на то, что в 21 веке мощное цунами обрушится на США в наказание за все преступления американцев против человечества. Но большинство ученых расценивают подобные заявления как чистой воды — спекуляцию. Существует масса вариантов трактовки смысла священного писания. И, как правило, люди видят в нем именно то, что хотят увидеть. На протяжении столетий, в военное и мирное время, Коран помогал творить историю человечества. Послания священной книги ислама способствовали созданию величайших цивилизаций в мире. Но их также использовали для оправдания варварских деяний. Мусульмане уважают Коран. Он вдохновляет их. Проблема в том, что вам нужно вести дискуссию с верующими при помощи зеркала. Держите его перед ними и спросите их, откуда взялось насилие. Неужели из Корана? Разве послание мира, сострадание, дружбы и знаний не важнее в этой книге? Если мы сможем вести разумный диалог, это изменит характер мусульманского общества 21 века. Все больше людей пытается проникнуть в мистическую суть Корана. И будущее ислама напрямую зависит от тех, кто готов тратить свои душевные силы, постигая всю многогранность священного текста. Истинная мудрость не может быть связана с агрессией и экстремизмом. В этом состоит глубокий смысл любой религии. Несомненно, Коран будет и в дальнейшем влиять на исторические события. Будем надеяться, что миллионы верующих, следующие заветом священной книги, привнесут в мир не насилие и нетерпимость, а гармонию и любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова